Доброе утро! Добро пожаловать на мой канал! У нас прекрасное воскресное утро, все мы дома, Витя наконец-то отдыхает. Так классно провести время с семьей. Делаю утреннюю зарядку, чтобы было много энергии, сил. Делаю сразу с утра, просыпаюсь, 15 минут, и заряд бодрости, энергии и хорошего настроения обеспечен. Наш утренний смузи, клубника, ежевика, нектарин, банан и персик. Они с папой принесли чемодан из келлера и начинают собираться. Еще вся неделя впереди, но они уже готовятся. Ты упаковываешь хорошо, да, все? Приготовлю на завтрак брускетты с томатами. Здесь у меня домашний помидор, чеснок, оливковое масло, немножко соли и орегано. Вчерашний хлебушек я нарезала, сейчас просто выложу помидорки и запеку в духовке 10 минут. У нас сегодня воскресенье, это значит, что мы едем на огород завтракать. На улице с утра уже тепло-тепло, вообще такой теплый воздух классный. Сегодня будет 28. Наше кафе открывает свою работу, у нас тут овощи. Брускетты с томатами, сосиски подогрели с картошкой, немножко черешни и лаваш цельнозерновой. Так вкусно, хрустящий теплый хлебушек, вообще на природе, на свежем воздухе, с таким красивым видом. Ну всё, покушали, можно поработать. Я хочу подрыхлить опять грядки. Редисочку подрыхлила. Перехожу на лук. Лучок готов. Перехожу на клубнику. У меня грядка эта замульчирована. Здесь у меня солома, трава и, по-моему, какие-то деревяшки ещё. Надо её прополоть, немножко подрыхлить. Тут уже первая клубничка созревает. Здесь я тоже прополола, убрала лишнюю траву и немножко подрыхлила по бокам. Теперь перехожу на грядку с помидорами. И там у меня мангольд растёт и следующий ряд цветов. Эта грядочка у меня тоже готова. Витя с Мироном устанавливают такие штучки. Здесь будет плестись зелёный горошек. Вот такое у нас сооружение для горошка. Он подрастёт и начнёт плестись. Я ещё хорошо подрыхлила горошек. Вчера вечером у меня уже села батарейка на телефоне. И я забыла вам рассказать, что я натаскала траву с этого ящика, куда все относят траву, когда пропалывают. Я натаскала сюда траву. Здесь у меня растут огурцы. Укрыла землю с огурцами. Делаю я это для того, чтобы сохранить влажность в земле. Ну и чтобы земля напитывалась полезными всякими бактериями. И также и сюда я вчера принесла. Вот буквально вечером я принесла. Она ещё не успела засохнуть. Сегодня будет 28 градусов. Она очень быстро высохнет на земле. И будет примерно вот такой эффект. У нас был один заброшенный огород. Вот здесь вот. Вот этот рядом с нами. И следующий маленький. Сегодня парень здесь появился, работал. Вот он за это утро пропалол уже какую-то часть. Посадил помидорки. Так что там должна быть трава. И мы с Мироном пойдём ещё травы принесём на наш огород. Вот этот ящик с травой. Сейчас как раз время, когда люди пропалывают свои огороды. И набралось уже немало. Мирончик тоже мне помогает траву возить. Принесла ещё ведро травы. И что-то мне хочется вот эти помидоры укрыть. Вот мы их укрыли травкой. Теперь я прополоть хочу вот эту грядочку. Здесь уже много мелкой травы. У меня здесь укроп, базилик, петрушка. Теперь хочу подрыхлить цукини. Витя пришёл посмотреть картошку. У нас вроде бы всё хорошо. Жуки её не едят. А вот мы сравниваем с заброшенным огородом. Здесь вообще они столько яиц отложили, столько маленьких жучков. Это просто вообще что-то с чем-то. Мирон тот самый неравнодушный человек, который заботится о заброшенном огороде. Он взял у папы средства и обрабатывает жуков. Грядку с укропом я немножко подрыхлила. Вот здесь вот серединку оставила, потому что там что-то ещё всходит. Теперь возьмусь за грядку с травами. Тоже тут немножко есть травы. Сейчас я уже петрушку прополола. Там с той стороны тоже есть трава. Наконец-то на базилике появляются жители. Травы у меня готовы. И перехожу на грядку с томатами. Ну всё, мы помидорчики тоже подрыхлили. Заглянула в теплицу. Хочу здесь тоже немножко подрыхлить землю сверху. Немножко подрыхлила и сразу полила. Витя с Мироном не выдержали такую жару и поехали домой. Я немножко ещё поработаю. Потом приду пешком. Я сижу на огороде полдень. Солнце печёт так, что мало не покажется. Я сижу, и у меня такие воспоминания из детства, когда я полола тоже так же на огороде. И мне это было всё в тягость. Мне так не хотелось сидеть на этих грядках под солнцем. Было так тяжело. А сейчас, когда ты осознаёшь, для чего тебе это всё, у тебя сразу мотивация появляется. И хочется, и хочется, и хочется делать. Я прополола ещё раз подрыхлила большую часть огорода. Мне осталось ещё в этой стороне. Ну не так много. Но я планирую доделать до конца. Вижу цель, не вижу препятствий. Я абсолютно весь огород протяпала. Время час дня. Пойду уже домой. Нарву листьев с собой. Вот эти, кстати, зелёный кучерявый салат. Вот самый вкусный. Вот те, которые бордовые, они немножко горчат. Листья свёклы тоже рву, добавляю в салатик. Зелёный лучок. И базилик. Красный и зелёный. Кстати, петрушки уже тоже можно нарвать. У меня же уже и редиска поспела. Всё, сегодня я сделала просто свой максимум. Вот так устала. Сейчас намочила лицо на колонке. И чувствую, что уже моё лицо горит. Так что, скорее всего, я ещё и сгорела. Потому что я на самом солнцепёке находилась. Пару часов. Первым делом я намыла листья салата, редиску. И уберу всё в холодильник. Приготовлю обед на разогретой сковородке. Без масла обжариваю баклажаны. Тем временем в отдельной чашке нарезала помидоры. И выдавила два зубчика чеснока. Баклажан обжарился. Отправляю его в чашку назад. А в сковородку отправляю цукини. Обжаренный цукини возвращаю в чашку. Теперь в эту сковородку добавляю немножко масла. Репчатый лук. Цукини. Баклажан. Томаты с чесноком. Теперь всю эту красоту перемешиваю. Солю. И оставляю тушить под крышкой на медленном огне. Через 20 минут овощи потушились. Я добавляю сюда зелень. Получаются очень вкусные, классные, ароматные тушёные овощи. Рис отварной, тушёные овощи с зеленью и свежий овощной салат. Раз, два, три. Вот заживаю пену. И вот заживаю ещё большого пудря. Витя с Мирончиком поехали к маме подстригаться. А я одна побуду. Я сегодня так устала на огороде, что это идеально. А чё ты один вернулся? А чё? Мирона бабушке остался? Его оттуда не вытащить, да, щипцами? Если он бабушку видит, то всё. С подстрижкой. Выше. Ну вот. У нас немножко гремит на улице. И, возможно, даже будет дождик. Хотя по погоде не показывает. Но Витя говорит, чуть-чуть что-то капает. Дождя не было у нас уже больше месяца. И написано уже, что во вторник и в среду будет дождь. Но какой-то один день хотя бы пусть дождь хорошо прольёт. Для нашего огорода это будет просто идеально. Витя спасает наше бельё быстрее. Думаю, сейчас всё промокнет. Даже дорога не намокла. Ты, блин, боишься за свои вещи. Ещё вот начать, Ли, и потом увидишь. Ага. Я очень сильно надеялась на дождь. Но дождя нет. Может быть, он хотя бы во вторник пойдёт. Витя уехал за Мироном. Скоро они уже вернутся. А я смотрю «Звёзды в Африке». Последние, наверное, четыре серии что-то меня затянуло. А до этого я не смотрела. Не сначала. Только четыре серии последние смотрю. Сегодня уже финал. Ты вернулся, сыночек. Не устал? Устал. Устал, да. Доброе утро. У нас уже утро следующего дня. Я не пропускаю зарядку пока ещё. Ещё один день и ещё одна победа над собой. Я уже пришла на огород. Такой сильный ветер. Надеюсь, что меня будет слышно. У нас пасмурно, пожалуйста. Небо, дай нам дождик. Потому что дождя не было уже больше месяца. Мы так сильно нуждаемся в дожде. Высохла трава. Высохли бы наши растения, если бы мы их не поливали. Кстати, я пришла на огород. Сейчас, если там будет вода, я, наверное, полью быстренько. Видите, с Мирончиком спали, когда я ушла. Я уже сделала зарядку и пришла на огород. Я так соскучилась по своим утренним прогулкам. Я так давно не гуляла одна. Надеюсь, что на этой неделе. Не каждый раз, но хоть иногда буду гулять, приходить утром на огороде. Ну что у нас тут? Мирон воскнул тапок в землю мой. Ещё одна клубничка покраснела. Вот там ещё одна начала краснеть. Клубника пошла. Цукини уже так хорошо растастаются по грядке. Уже маленькие цукини появляются. О, какой-то сразу двойной. Прикольно. Ладно, не буду терять время, а пойду поливать. В этом году такая жара стоит, что на улице помидоры растут лучше, чем в теплице. Я чуть-чуть полила. Не прям всё, потому что земля ещё достаточно влажная. И завтра будет дождь. Я думаю, что до завтра уже точно растения достоят. И хочется мне сорвать кольраби на завтрак. Она уже такая крупненькая выросла. Нарвала большой пучок листьев. Свёклу я тоже рву. Всё в салат добавляю. Редиску ещё надёргала. Зелёный лук. Базилик. Такое прекрасное заряженное утро. В красивом месте погуляла, подышала, собрала подарочки и пойду домой. У нас липа цветёт. Боже, какой это аромат. Моя бабушка нам в детстве всегда заваривала липовый чай. И он был просто какой-то волшебный. Я всегда говорила, бабушка, завари чай с жвачкой. И вот это был чай с жвачкой. Липовый чай. Я превратилась в какую-то травницу. Сорвала маленький букетик липовый и сделаю сейчас утренний чай. Сынок, доброе утро. Моя бабушка, я прячу на бою. Да. Наш утренний смузи абрикос, нектарин, банан и персик. Зашли домой, выпили смузи и поедем нашего Мирончика под стрижём. Мы идём в парикмахерскую, в которую мы уже стригли Мирона. Там такие женщины вроде бы хорошие, заботливые, внимательные. Мы уже им доверяем. Вот так вот называется это место. Детская стрижка стоит от 15 до 25 евро. К сожалению, у них сейчас нет свободного места, только завтра на 12. Сегодня понедельник, все парикмахерские закрыты. Мы так смотрим, всё закрыто. Питя пошёл, просто на завтра запишем, всё завтра Мирона под стрижём. Мы заехали в Лидл. В Лидл черёшня 49 центов за 100 грамм. Мирону купили надувную лодку за 6 евро. Я быстро приготовила нам завтрак, потому что уже все проголодались. Тост с авокадо с редиской и петрушкой, гречка зажаренная луком, тушёные овощи и свежий салат с листьями. Я решила немножко погладить. У меня тут совсем небольшая кучка белья накопилась, но всё равно не хочется сейчас накапливать, хочется быстро всё делать. Я всё погладила, осталось только разложить. Зайчик, где вы были? Ты мне расскажешь? Вот, боже мой. На. О, матрас. Зайчик тебе расскажет. Как вы знаете, мы недавно ночевали в палатке, и мы подумали, как мы можем ещё сделать удобнее себе. И решили заказать вот такой надувной матрас для того, чтобы прям классно, мягко спалось, если придётся нам ночевать в палатке. Мы возьмём с собой палатку в Калининград, вот этот матрас. Посмотрим, может быть, как-нибудь съездим на природу с ночёвкой, с палаткой. Мы были в Лидл, небольшая закупка была. Купили черешню, уже почти её съели. Нектарины. Упаковку яблок, кстати, вкусные. И я взяла рыбу, вот такую маме своей, филе сардин. Они очень вкусные. Помидорки черри и кокосовый йогурт. Персик маракуйя Мирон уже кушает. Ну-ка, вкусно? Папа наш на работу пошёл, сынок. Чего? Пока-пока. Пока-пока. У нас понедельник, остаются считанные дни до нашего отпуска. В спот мы уже уезжаем в Калининград. И я решила навести порядок в Мирона комодике. Он как-то резко вырос из многих вещей. Поэтому я решила убрать всё лишнее и оставить только то, что ему сейчас по размеру. Детские вещи я обычно увожу в Калининград и там кому-нибудь раздаю. В этой полке хранятся шорты, рубашки, кофты, костюм, до которого Мирон ещё не дорос, пижамка и нижнее бельё. Мы вышли на улицу. У нас с Таней созрел хороший план. Короче, сейчас я Мирона отведу на 2 часа к ним. А через 2 часа я заберу Мирона и Мишу. И они у нас побудут пару часиков. И вот так вот мы дадим друг другу отдохнуть. Я планирую убираться. И как раз Миронечка отведу, чтобы у меня было время спокойно всё убрать. 8 минут вниз с горочки и мы уже у Тани. Мы пришли. Привет! Ого! Всё, я сдала своего ребёнка. Моё свободное время пошло. Бегом бегу домой. Я пришла домой, решила продолжить уборку в Мироне комодике. Здесь хранятся у него футболки, штаны, носки. В общем, всё то, что он носит каждый день и то, что он может взять сам. Обычно он выбирает себе футболку, штаны или шорты сам. В зависимости от погоды. После того, как я перебрала Мирона вещи, поняла, что нужно в ближайшее время съездить в магазин. И немножко обновить Мирона гардероб. Потому что он из многих вещей вырос, как я уже сказала. Ну а я продолжаю уборку дальше. Начинаю я, как всегда, со спальни. Протираю пыль на подоконнике, на батарее. В комоде у меня сейчас в углу хранятся вещи, которые поедут с нами в Калининград. Обычно я там храню просто вещи для глажки. Поэтому сейчас для того, чтобы протереть здесь пыль, нужно всё это убрать, протереть и потом поставить назад. На самом деле в спальне не так много вещей, которые именно нужно протирать от пыли. Это, по большому счёту, только комод и подоконник. Теперь я перехожу на большой шкаф, в котором хранятся все вещи мои, Витины, постельное бельё. Здесь я протираю зеркала. Просто беру тряпочку микрофибра и средства для стёкол. В этой части спальни в качестве пылесборника у нас хранится Мирончик как кровать, которую он никогда не пользовался. И, видимо, не планирует. Но всё равно каждый раз надо её перестилать. Витя уже достал чемодан с Келлера. Готовимся к отпуску. Ну а здесь я, в принципе, меняю детские книжки на полке и двигаюсь дальше в коридор. В этот раз решила заняться обувным шкафом. Хорошо здесь всё вытащить, протереть, проверить обувь, которая носится, не носится. Грязную обувь закинуть в стирку, стирать. В общем, навести здесь чистоту. Протираю всё просто тряпочкой, водичкой. Рассортировала обувь, всё, что не нужно, выбросила. Приготовила обувь для стирки. А остальное всё складываю в чистенький шкаф. Теперь протираю пыль на самом комоде, мою зеркала. Мирончика маленькая и наша большая. Складываю всё на место и двигаюсь дальше. Пока я убиралась в туалете, у меня постирались вещи. На улице так жарко, они сейчас быстро высохнут. Буду опять гладить. Мои два часа свободного времени пролетели незаметно. Остаётся уже полчаса до того, как мне нужно забрать Мирона. Поэтому я решила уже просто собрать здесь посуду, сложить её в посудомойку. Надеялась, конечно, успеть ещё убрать полноценно кухню, но в этот раз не получается. И, честно говоря, я уже подустала, поэтому беру кухню в другой раз. Тем более, что сейчас придут дети. Мне понадобятся силы, время, внимание. Я вышла уже за Мироном. Взяла с собой яблоко, потому что уже хочется кушать. Но некогда. Да и для того, чтобы покушать, надо сначала приготовить, а готовить тоже некогда. Так что яблоко сейчас подойдёт. Я пришла, Тань. Мирон, ну вот, начало игры, сразу в дырочки. Нет, мы ему тут и дома поправили. Попадай в ямку, Мирон. Вы чё какие-то тучи мыши повисли? Всё, забрали детей, теперь идём к нам. Маша уже так классно гоняет на роликах. Мы встретили Машу во дворе с подружкой вообще. Вот вы молодцы, девчонки. Так легко. Зелёный, пойдёмте. Такие смешные. Я не могу даже не верить, что они только недавно ещё в памперсы ходили, а уже дружат. Да? Мы дома. Дома прохладненько, хорошо так. Я уже такая голодная, сварю себе макарошки цельнозерновые, а детям обычные. Я сегодня принесла зелень и прям в пакете убрала в холодильник. Сейчас я помою и разложу, потому что помыть всё равно надо. Намыла зелень, прям много я сегодня принесла с огорода. Заварила липовый чай, он такой красивый. Нарезала свежий салатик. Такой простой у меня ужин. Цельнозерновые макарошки, кетчупа немножко и свежий салат. У Миронечка то же самое, а Миша пока не хочет кушать с козу. Миша с Мирончиком захотели на улицу. У них начинается вечеринка с музыкой. Садятся вдвоём и катаются. Давай, Миш, нажимай на газ. Поехали. Пока. Я хочу подписаться. Домой? И домой. Устал? Всё, ушёл твой друг Миша? Папа его забрал? Угу.